Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые коллеги, единомышленники, адвокаты, следователи, а также доверители, которым довелось принимать участие в уголовном судопроизводстве и обращаться к адвокатам. С нами, как всегда, в студии адвокат Олег Валерьевич Викулов, который специализируется в том числе и по уголовным делам. Мы вместе, бывает такое, консультируем адвокатов и доверителей в части вопросов, связанных с использованием результатов оперативно-рассыкной деятельности в уголовном судопроизводстве. Привет, Олег Валерьевич. Здравствуйте, Игорь Петрович, здравствуйте, зрители. Чувствуете, Олег Валерьевич, у нас перед нами такое море информации, которое еще необходимо довести, наверное, столько тем. Вот мы сейчас продолжаем исследовать наш семиступенчатый алгоритм, семиэтапный алгоритм проверки и оценки результатов ОРД, а впереди у нас еще столько идей о том, что еще нужно рассказать, ответить на ваши вопросы, проговорить по... Ну, в общем, много еще всего, да. Кстати, многие идеи приходят от наших комментаторов, наших зрителей, задают интересные вопросы, ставят интересные на обсуждение проблемы. Да, один, например, Олег Яхно, что стоит, я знаю, что под этим псевдонимом скрывается оперативный сотрудник, не имея права раскрывать его данные, но умница, да. Вот один из тех случаев, когда оперативный сотрудник действительно профессионально очень хорошо подготовлен и задает очень компетентные вопросы. Я уж не говорю о тех адвокатах, которые задают вопросы, у нас в обсуждении участвуют блестящие профессионалы из адвокатской корпорации, так ведь, Олег Валерьевич? На вскидку кого-нибудь вспомните, кто хорошие вопросы задает? У нас постоянный наш комментатор, Подгорный, очень активно задает вопросы интересные и постоянно под сомнение ставит наши некоторые выводы. Что для нас очень полезно, для всех очень полезно, да. Критика всегда полезна, если она конструктивная. Да, мы и сами тут спорим с друг другом постоянно, с Олегом Валерьевичем. Я почему, кстати, с большим удовольствием общаюсь с адвокатом Виколовым, в том числе и потому, что для него профессорство Гармаева вовсе не авторитет. Вот не согласен и все, и спорит со мной почти до хрипоты. И это очень правильно, это очень правильно. Тем самым мы шлем вам, так сказать, привет и предложение по-прежнему отзываться, критиковать, спорить и так далее. Итак, вернемся к нашим, простите, баранам, то есть к нашему семиэтапному алгоритму проверки и оценки результатов Хорда. Я включаю, напоминаю вам, этот самый алгоритм. Ранее мы прошли алгоритм 1 и 2. И вот перед нами слайд этапа второго, 10 пунктов. На прошлой беседе, Олег Валерьевич, поправьте мне, если я забыл что-то. Мы кратко остановились на гарантиях неприкосновенности отдельной категории лиц, в том числе адвокатов. Олег Валерьевич, надо отдельную беседу с вами провести по гарантиям неприкосновенности адвокатов от ОРД, так ведь? Если надо, Юрий Петрович, мы сделаем это. Да. И вот порядок изъятия документов, предметов в ходе ОРМ. Мы остановились на некоторых проблемах, основная суть которых – пробелы. Страшные пробелы и противоречия в законодательстве на стыке ОРД и уголовного процесса. Мы, кстати говоря, не рассмотрели одну проблему, связанную с насильственным изъятием предметов и документов в рамках ОРМ, к примеру, до возбуждения уголовного дела. На самом деле правового регулирования практически отсутствует. То есть, к примеру, как правило же по результатам оперативного эксперимента проводится изъятие предмета взятки. И, как правило, уголовное дело здесь еще не возбуждено по той простой, естественной причине, что оперативники и следователи еще пока не видят судебной перспективы по делу. Они еще пока не изучили, не расшифровали аудио-видеозапись, которая, как правило, дает основные доказательства умысла на преступление со стороны подозреваемого лица. И, соответственно, дело не возбуждено. А предмет надо изъять. И хорошо, в кавычках, хорошо, если предполагаемый преступник добровольно выдает предмет взятки или он лежит в открытом месте. А что, если преступник успел спрятать деньги в сейф и отказывается выдавать ключ? Что? Разумеется, оперативники сбегают и принесут специальную технику для вскрытия замков и, допустим, попытаются разрезать сейф, вскрыть и так далее. Стоп, возникает вопрос. Отхватывается ли это ОРМ-оперативный эксперимент и право оперативных сотрудников изымать предметы и документы в порядке части 1-й, 2-й статьи 15 ФСР БОРД? Ну, мягко говоря, не факт. Мягко говоря, не факт. Получается, что надо бы возбуждать уголовное дело и проводить обыск. Обыск подразумевает насильственные действия. Ну, в общем, здесь еще масса проблем. Может быть, мы еще к ним вернемся. На самом деле, да, стоит вернуться. Простите за то, что я опять затягиваю. И следующий этап алгоритма – это то, что мы назвали достоверность. Проверка достоверности результатов ОРД, ошибки и искажения. Дело в том, что перед этим два этапа были. Первый этап – формальный контроль документальный. Второй этап – это соответствие именно федеральному закону ОРД. Но, друзья мои, сознание среднестатистического юриста, такого, как я, например, оно не способно концентрироваться на чем-то, на нескольких вещах в сложных вопросах одновременно. И вот поэтому мы предлагаем вам уже в четвертый раз одни и те же документы пересмотреть и на этот раз фокус своего внимания обратить на вопросы достоверности этих самых результатов ОРД и тех обстоятельств, которые они фиксируют. Олег Валерьевич, давайте прокомментируем по пунктам. Пункт 1, 2, 3, 6 пунктов, да? Давайте. Итак, Олег Валерьевич, первый пункт – ваше мнение. Ну, здесь первое, что это то, что такие неточности и противоречия могут быть обнаружены и, наверное, чаще даже обнаруживаются в таких второстепенных документах, как протоколы различные, акты осмотра, передачи денежных средств, допустим, предмета взятки наркотиков, изъятия их после завершения УРМ. Здесь возникает вопрос. Вот как мы с вами, в принципе, пришли к выводу, да, Юрий Петрович? Эти документы по большей части формально-то и не являются результатами оперативно-розыскной деятельности. Формально имеется в виду с точки зрения статьи 5, да, Уголовно-процессуального кодекса, под которыми под результатами… Пункт 36.1, статья 5, да? Да, да. Да, под которыми, под результатами УРД, где понимается только сведения, полученные в соответствии с законом об УРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления. Если таких сведений в этих документах нет, то есть ли смысл, так скажем, тратить время, да, и изучать тщательно вот такие документы, протоколы, акты, выявлять какие-то ошибки? Ну, я скажу сначала свое мнение, если вы не согласитесь, Юрий Петрович, там, значит, скажите, как вы считаете. Я считаю, что однозначно здесь вопрос, значит, ответ однозначный должен быть. Мелочей я считаю, что здесь нет. Нужно скрупулезно изучать все эти документы, да, что называется, вдоль и поперек. И, ну, во-первых, вот наперед никогда не знаешь, к чему вот эти нарушения приведут, да, каким выводом приведут, каким образом это может изменить, да, скажем, позицию защиты, позицию, версию обвинения. Во-вторых, может быть, вот одна-две неточности какие-то, они существенно, так скажем, дело не меняют. Но если соберется какая-то коллекция, скажем, нарушения, то, ну, здесь может быть, например, у судьи уже какое-то другое мнение сложится насчет, значит, допустимости результатов ОРД. И вот у меня позиция такая, она, в принципе, основана на, если говорить о правовом обосновании, да, основана на двух моментах. Ну, во-первых, у нас же нет определения ни в законе об ОРД, ни в инструкции, а о том, когда именно оперативно-разыскное мероприятие конкретное какое-то начинается, когда заканчивается, как можно определить, когда начинается, допустим, проверочная закупка или оперативный эксперимент. И, в принципе, есть основания говорить о том, что вот эти вот действия, которые проводятся, так скажем, в плане подготовки оперативного, например, эксперимента, передачи спецтехники, денежных средств, например, это уже начало проведения оперативного эксперимента. Вторая позиция, она основана на том, что у нас указано в пункте 20, инструкция. А здесь говорится о том, что предоставляется не только результат ОРД, но еще и данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе. И, в принципе, есть все основания считать, что те данные, которые закладываются в таких документах, про которые мы говорим, да, протоколы, акты, осмотры и так далее, изъятия, передачи, это как раз те документы, в которых содержатся такие данные, которые позволяют проверить, собственно говоря, каким образом оказались, допустим, оказался предмет взятки у агента, да, полицейского, у провокатора или, значит, просто ли все сотрудничают с полицией, с оперативным подразделением. Вот. Вот такое правовое обоснование. Как вы считаете, Юрий Петрович, все-таки, если такие документы не являются, формально говоря, результатами ОРД, например? Я думаю, что все документы, которые... Олег Валерьевич, я понял вопрос. Я думаю, что здесь происходить из практической, так сказать, из практического подхода. На мой взгляд, все документы, которые представлены вместе с... В конкретном уголовном деле, вместе с подоставлением о представлении результатов ОРД, перечислены в приложениях, они должны... Они являются результатами ОРД. И о них мы говорим. Это раз. Это подчеркиваю, это практический подход. Теоретический подход, нормативный, другой. У нас все-таки с вами беседы. Ну, это ладно. Хотя можно и потеретизировать, конечно, но как мы в следующий раз. Теперь, типичные внутренние неточности и внутренние противоречия, коллеги. О чем идет речь? Как и в любых процессуальных, в том числе, документах. Неточности могут быть. Иной раз обычные ошибки, опечатки. Дата и время. В одном документе оперативный эксперимент тогда-то проводится, в другом дата и время другое. Особенно внимательно смотрим на соотношение времени начала, к примеру, оперативного эксперимента с временем получения сведений, ставшим основанием для проведения УРМ. Разумеется, вторые должны быть получены ранее первых. То есть, ранее начало проведения УРМ. Во-вторых, в своей практике консультационной и следственной я встречал просто ужасающие неточности противоречия. К примеру, город указан не тот. Значит, разумеется, там мы уже говорили название УРМ, это уже другое. Местоположение. К примеру, в протоколе оперативный эксперимент или в акте указана улица Лесная, дом 10, а в объяснениях Лесная, дом 11. Значит, с характеристикой спецтехники. В одном акте, допустим, досмотра технических средств указаны одни технические средства, фотоаппарат Sony. А в акте изъятия, значит, казалось бы, буквально через пару часов у нас совсем другое техническое средство, другой фотоаппарат Philips, к примеру. Ну, а потом, когда происходит изъятие, это, соответственно, аудио-видеозаписи, и вообще не указывается о том, какие технические средства используются. Вот. Могут быть неточности в массе других обстоятельств. И дело вот в чем, Олег Валерьевич. Мое-то суждение в чем заключается? Давайте по аналогии с уголовно-процессуальной деятельностью. То есть, что будет, если следователь в протоколе осмотра места происшествия или в постановлении о возбуждении уголовного дела укажет не ту дату или не то время? К примеру, ночное время в нарушении закона, да? Ясно же, что можно сколько угодно уговаривать судью, что это опечатка, что следователь просто устал, не выспался, и это действительно так. И вот указал не то время, а по другим обстоятельствам видно, что это действительно так. Как вы думаете, Олег Валерьевич, учтет это судья или нет? Ну, нужно смотреть, исходить из конкретных обстоятельств дела, обстоятельств вот этой неточности. По-разному можно трактовать, интерпретировать. По-разному. И в принципе разные варианты будут задержаны. Правовая позиция стороны защиты, давайте еще раз вспомним. Если сейчас говорить о стороне защиты. Федеральный закон об адвокатской деятельности, адвокатуре и кодекс этики обязывает адвоката использовать все возможные, незапрещенные, заметьте, незапрещенные законом средства для отстаивания интересов своего доверителя. Честно, разумно и добросовестно, как мы помним, да? Основной хлеб адвокатов это нарушение законной ошибки. Адвокат вправе, даже если он лично, как человек, этому не верит, понимает, что это всего лишь опечатка, в праве выдвигать версию о том, что имела место фальсификация, допустим, доказательства результатов. Это его версия. Он предполагает. И заметьте, в уголовном судопроизводстве, в данном случае, на стороне защиты не лежит бремя доказывания. Вот я считаю, если вы допустили такие-то опечатки, условно говоря, то, вероятнее всего, вы допустили фальсификацию. Приведу простой пример. Я их часто привожу на занятия к соследователю. Не дай бог, ребята, допустите такие моменты. В ходе ОРМ изъят наркотик. Изымали поздно вечером. Освещение было плохое. Что, кстати, в акте не было отражено. Назвали комочки коричневого цвета, упакованные в целлофановый, прозрачный целлофановый пакет, перевязанный голубыми нитками, значит, и опечатанной печатью номер 3. Хорошо. Следователю на осмотр вещественных доказательств, предметов вещественных доказательств поступило. В протоколе мы потом видим, да? Понимаете? Соотношаем документы, сравним документы. В протоколе осмотра следователь пишет, на осмотр представлено вещество зелено-коричневого цвета, ну или зеленого, я не знаю, да, порошкообразного вида, упакованные в, как это бывает, непрозрачные-то пакеты такие, ну не суть, да, другого цвета пакет, другого цвета нитка и печать номер 5. Понятно, что это всего лишь опечатка, где-то кто-то ошибся, да? Вот. Далее на экспертизу этот же, соответственно, признанный вичдоком наркотик поступает на экспертизу. В описательной, во вводной, простите, части заключения эксперта, эксперт указывает, на экспертизу поступили вещественные доказательства, наркотические средства, уже опять-таки другой цвет, другая упаковка, другие нитки, другая печь. Значит, адвокат вправе поставить вопрос о фальсификации вещественных доказательств в данном случае, да, вернее и результатов УРД и так далее, он не вправе, вернее он не обязан разбираться на каком этапе, да, движения этих вичдоков, предметов была допущена ошибка. Он просто говорит, это фальсификация, а сторона обвинения несет на себе бремя доказывания, докажите обратное. Я прав, Олег Валерьевич? Вот почему... Абсолютно, абсолютно. То есть, позиции стороны защиты, естественно, любые возможности надо использовать. Я лишь говорю о том, что непонятно, как, ну, во-первых, получится, да, и судья отреагирует, допустим, если речь идет о том, что... О том, что такое податство заявлено в суде. Ну, то, что важно, конечно, на это указывать, сторона защиты, такие вещи, конечно, не надо оставлять без внимания, и приложить нужно все усилия для того, чтобы признать, что такие доказательства недопустимы. Естественно, все основное бремя доказываний будет лежать на стороне обвинения. Есть вот в адвокатуре такая школа очень уважаемого адвоката, вашего коллеги, Олег Валерьевич, так называемая фактологическая защита, да, слышали? Защита основана на фактах. Вот до этого мы рассматривали, так сказать, больше юридические аспекты, крючкотворство наше юридическое. А вот это то, о чем мы сейчас говорим, вероятно, относится как раз к фактологической защите. Защита на основе неточностей, а грехов в оформлении документов, противоречия в показаниях, вот именно с точки зрения достоверности. Массу могу еще примеров привести, но обратите внимание, отдельно выделены другие пункты. Провокация, провокационно-подстрекательская деятельность и от кого шла инициатива. О чем речь, коллеги? К сожалению, господа оперативные сотрудники, далее за ними исследователи, сами не понимая, поскольку правового регулирования нет, пробелы, соответствующих нормативных, имеющих нормативную силу инструкций нет, о том, чем отличается провокация, провокация, провокационно-подстрекательская деятельность от законного проведения РУДМ, сначала совершает определенные действия, которые, вероятно, могут показаться провокационными кому? Ясно дело, кому? Суду и стороне защиты. А потом начинает это все прикрывать. К примеру, мы видим о том, что, значит, в беседе, в протоколе допроса или в объяснениях присутствующего лица промелькнула такая фраза, ну, мы же раньше с тобой договаривались. Но между тем, нет в документах, в результатах ОРД, нет ни аудио-видеозаписи, ни стенограмм, ни вообще описания тех событий, когда, кто, с кем договаривался. Оперативные сотрудники, вероятно, скрыли эти обстоятельства, не стали представлять эти результаты, поскольку в той неотраженной беседе, значит, усматриваются признаки провокационной деятельности. Вот. Это один из примеров провокации, которая может быть выявлена. То есть, она скрыта. Достоверность, соответственно, результатов ОРД не ставится под сомнение. Третий вопрос, третий пункт, обратите внимание, коллеги, фальсификация результатов оперативно-разысукной деятельности. Ну, тут, Олег Вареевич, вам все карты в руки. Лучше вас, наверное, никто не знает, что это такое фальсификация результатов. Как вы считаете? На фальсификацию можно с двух сторон смотреть. На фальсификацию как преступление, и на фальсификацию как-то, скажем, так, как это выглядит на самом деле. Мы часто, в принципе, встречаемся, я лично, допустим, по делам, где используются результаты ОРД, часто встречался с тем, что полностью подходит под понятие фальсификации. Там нельзя говорить о том, что какие-то вещи такие были допущены по недоразумению, по ошибке. То есть какие-то моменты, какие-то, значит, такие манипуляции были проведены однозначно умышленно. Вот. И, соответственно, фальсификация, вне зависимости от перспектив привлечения конкретного оперативного сотрудника к уголовной ответственности, она встречается очень часто. Тут примеров очень много можно приводить. Это касается и, ну, допустим, мы сейчас говорили, да, в первом пункте о каких-то протоколах, актах, да. У меня несколько раз по моим делам встречались такие случаи, когда вот эти вот действия по досмотру, передаче, изъятию последующим, там, скажем, наркотических веществ, они проводились, эти действия в одно и то же получалось время с одними и те же лицами и в разных местах. Совершенно верно. То есть, ну, было очевидно, что эти документы составлялись единовременно, уже просто-напросто время, да, да, время просто расставлялось, и вот такие ошибки были допущены. То есть, в принципе, уже можно говорить о фальсификации. Более существенные такие фальсификации, то, что вот касается именно результатов напрямую ОРД, да, очень часто имеют место быть такие случаи, когда производятся определенные манипуляции с аудио-видеозаписи. Я сейчас подробно на этом останавливаться не буду, у нас там будет еще один пункт, да, по поводу того, что посмотреть, послушать, как изучить, значит, вот эти вот видео-аудиоматериалы. Я расскажу про один интересный случай. Итак, продолжаем. Фальсификация результатов ОРД, подчеркиваю, коллеги, уважаемые оперативные сотрудники-следователи, фальсификация результатов ОРД недопустима по двум основаниям, так сказать. Во-первых, есть понятие фальсификации с федеральным законом ОРД. Это статья 5, часть 8 федерального закона. Запрещается фальсификация результатов ОРД. Есть уголовно-наказуемая фальсификация. Это две разные вещи. Уголовно-наказуемая фальсификация, это часть 4 статьи 2303 Уголовного кодекса, и она заключается, что характерно, да, она у нас заключается в фальсификации результатов ОРД лицом, уполномочием на проведение ОРМ, обратите внимание, обязательный признак, в целях субъективной стороны уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда, чести, достоинства и деловой репутации. То есть две цели. В этой, значит, это уголовно-наказуемая фальсификация. Но та фальсификация, которая указана на федеральном законе ОРД, она шире. Это любая фальсификация. К примеру, оперативный сотрудник фальсифицирует результаты ОРД в отношении лица, в котором он уверен, что он действительно совершил это преступление, получение взятки, да, и не в целях, так сказать, ну, не в названных целях, не в целях, названных в уголовном законе. А, к сожалению, уважаемые господа оперативные сотрудники, и во втором случае должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, но не по 303-й части 4-й УК, а, к примеру, по 286-й статье «Превышение должностных полномочий». Уважаемые коллеги адвокаты и доверители, необходимо понимать, что вы должны тоже различать два этих вида фальсификации. Одна фальсификация – это 303-я, ее сложнее доказать. Вторая фальсификация – почти невозможная, кстати. Именно из-за целей. А вторая фальсификация – это запрещенная федеральным законом ОРД. В своих жалобах, ходатайствах вы должны дать оценку, правовую оценку этим, так сказать, доводом о фальсификации и прямо можете указать на статью Уголовного кодекса, признаки которой, признаки состава которой, так сказать, вы усматриваете в действии должностного лица. Думаю, что это правильный подход. Вот такой именно подход. Не говоря уже о том, что он имеет очень серьезное психологическое влияние на представителей стороны обвинения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok